Здесь можжевельник растет, надо вокруг него сделать красивую лунку. Понимаете, когда? Каждое утро Вика получает задание от наставника на школьной площадке. Девушка закончила 10 класс и заинтересовалась первой работой. Интересно было, как это все работает. Много кто ходил сюда, много кто работал, да и деньги нужны на свои какие-то карманные расходы, в общем. Да и помочь школе, в принципе, чтобы это все красиво выглядело. Все-таки сами здесь учимся, видим это каждый день, чтобы глаз радовало. В последние годы все больше школьников стремятся устроиться летом на работу. Акция «Пятая трудовая» существует в Алтайском крае уже более 10 лет. Специалисты службы занятости помогают подросткам найти работодателя и трудоустроиться. В силу возраста юным сотрудникам предлагают легкий труд, не причиняющий вреда здоровью. Подметем, поднесем, поливаем цветочки, деревья, где-то, может быть, поможем техничкам. Большинство наших подростков получают такой опыт в бюджетных учреждениях, в школах. Но нам бы хотелось, чтобы работодатели Алтайского края активнее подключались к нашей акции «Пятая трудовая четверть». И мы сегодня призываем работодателей Алтайского края откликнуться, предоставить ребятам такие рабочие места. По словам экспертов, главный фактор, пугающий работодателей принять юных сотрудников, то, что для несовершеннолетних нужно создавать специальный график и условия труда. Однако не все компании воспринимают это негативно. В Барнауле есть производства, где не первый год нанимают школьников. Например, Барнаульский пивоваренный завод, завод механических прессов, Алтайский завод прецизионных изделий, Алтай-Таль. Там в таком временном трудоустройстве подростков видят перспективы. Это необходимая на сегодняшний день работа, потому что сегодня все мы работодатели страдаем от нехватки рабочих кадров, вкладки делаем в этот процесс на этапе взросления молодого поколения, так скажем. Мы привлекаем, даем возможность им определиться по жизни, показываем, что производство – это какой-то не страшный процесс рабочий, что это современный, что можно зарабатывать, можно развиваться. Хочу поступить либо в АГУ, либо в политехно-химический факультет. Хочу работать на заводе и в будущем стать директором завода. Свой план на жизнь знают не все работающие школьники. Многие участвуют в пятой трудовой, чтобы заработать на свою конкретную цель. И она не всегда должна быть большой. Куплю что-нибудь красивое из бижутерии или что-нибудь из косметики. Я планирую деньги потратить на поездку в горное. Я хочу все электрогитары, у меня акустика. Добавим, что за 12 лет акции «Пятая трудовая» в Алтайском крае работу на лето нашли 130 тысяч подростков возрастом от 14 до 18 лет. Для многих из них первый трудовой опыт приоткрыл двери во взрослую жизнь. «Пятая трудовая! Ура!» Юлия Щепина, Владислав Ковалев. «День с толком».